Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алена Васильева, и сегодня мы разберем причины, почему же ребенок не говорит или почему ребенок плохо говорит. Мне так часто пишут эти вопросы, вот раньше было лучше, сейчас неужели так много неговорящих детей? По статистике сейчас в России 25% детей с нарушениями речи, представляете? Откуда же все это берется? Давайте вместе разберем этот вопрос. Смотрите до конца. И первая причина – это нехватка времени. Сегодня просто не хватает времени родителям для того, чтобы заниматься с ребенком, потому что существует так много всего, столько информации, что хочется ребенку все дать. Хочется с ним и поиграть, и сводить его на всякие развлекательные, интересные мероприятия, и показать ему мультики. Хочется ребенка повезти в детский сад, или погулять с ним так много, и еще плюс у родителей есть работа, забота дома, поэтому просто нехватка времени для того, чтобы общаться с ребенком. Поэтому наши дети начинают поздно говорить и имеют проблемы в речи. Вторая причина – это век информации, или такой век у нас, что сегодня за нас все везде говорят. То есть малыш только родился, он лежит, начинает что-то агу-агу, и мы говорим, подожди, тихо, не кричи, вот тебе мобильчик. Мы подвешиваем этот мобильчик над кроваткой, и мобиль начинает петь. Ребенок успокаивается, и полчаса он лежит молча, глядя на этот мобильчик, который поет китайскую какую-нибудь мелодию. Но классно, правда, что малыш молчит? Или кладем его в колыбельку, которая сама раскачивает его? Представляете, раньше маме, чтобы успокоить ребенка, нужно было взять его на руки, посмотреть ему в глаза, сказать ему, ну что ты, малыш, ну успокойся. А сейчас мы включаем кнопочку, и эта качелька качает малыша, и малыш успокаивается. Это, конечно, очень классно, что мы освобождаем маму от стольких проблем, что малыш может сам успокоиться, глядя на этот мобиль, или качаясь в автоматической качельке кроватки. Но мы в это время не общаемся с малышом. Раньше общались люди с детьми. В таком случае, если ребенок кричит, значит, что-то с ним не так, нужно выяснить, нужно пообщаться. Раньше что делали наши бабушки? Сразу же ладушки, ладушки, где были у бабушки? Агу, агу, начинали говорить, начинали агукать. И малыш, глядя на рот, глядя на эмоции наши, успокаивался. А сейчас он успокаивается, глядя на мобиль, или еще хуже малышу, прям с трех месяцев включают телевизор и говорят, на, смотри, какие яркие, красивые мультики. Конечно, это все здорово, поющие игрушки, яркие мультики. Малыш смотрит, но общение он не получает. Поэтому он не видит, как извлекаются слова. Раньше он постоянно видел, а теперь малыши этого не видят. Откуда извлекаются эти звуки? Он не видит ваше лицо, ваши глаза. И этот контакт, драгоценный контакт, он теряется. Поэтому дети начинают поздно говорить или говорить плохо. Следующий пункт – это быстрые мысли, то есть быстро меняющиеся мысли. Или еще называют так мысли-шейкер. Что это значит? Сегодня у нас есть телефоны, там, где мы листаем Инстаграм или Ютуб, и мы пролистываем, и наша мысль не успевает зацепиться. Сегодня у детей куча игрушек, которые поют. Книжки, которые сами говорят. Мультики, которые мелькают. Заметьте, с какой скоростью сейчас мелькают кадры в мультфильмах. Это очень быстро. Так как мы сами занимаемся Ютубом, наша семья, мы делаем мультики для детей, мы знаем, что сейчас в современном мире нужно, чтобы кадры быстрее менялись. Раньше так не было. Раньше были рисованные мультики, и кадры менялись медленнее. А сейчас, говорят, современные дети даже не будут смотреть, если кадры будут меняться медленнее. Обратите на это внимание. Что это такое? Это мысль, которая не успевает сфокусироваться, а значит нейронная связь не успевает простроиться, и у ребенка в голове не укладывается этой информации. То есть просто не успевают мысли. Сегодняшний век, он наполнен всякими звуками и картинками. И поэтому у детей такое расфокусированное внимание. То есть дети все вокруг смотрят, им все вокруг интересно, все ярко, все звучит, играет. Но внимание фокусировать свое они очень плохо умеют. Раньше что? Дали ребенку камушки, дали ему соломку, и ребенок что-то сам мастерит из нее. А сегодня куча игрушек. Вот посмотрите, сколько у вас дома игрушек. Скажите мне, много, правда? У моих детей много игрушек тоже. И дети даже не знают, а может быть сейчас в это поиграю, или в это. Но необходимо помнить, для того, чтобы ребенок лучше заговорил, нужно сосредотачивать, учить его сосредотачивать свое внимание. То есть ограничивать мультфильмы, ограничивать какие-то звуки. Не нужно, чтобы мультфильм шел фоном, тут же у вас телефончик игрушечный, там песенки идут, тут же вы включили ребенку YouTube, еще там что-то, понимаете, поющую игрушку он включил. Это просто очень плохо для речи, для появления речи. Это очень плохо. Не говорящим детям, не больше 10 минут в день мультфильмов, чтобы ребенок учился сосредотачивать свое внимание на чем-то одном, чтобы мысль успевала простраиваться. На своей страничке в Instagram я делаю разборы сложных ситуаций родителей с детьми, для того, чтобы ребенок начал хорошо разговаривать, для того, чтобы речь у ребенка запустилась. Переходите по ссылке в описании, подпишитесь на мой Instagram, чтобы не пропустить мои разборы. Следующий пункт – это беременность и роды. Это то, на что, может быть, вы не можете повлиять, но постарайтесь поменьше нервничать, если вы беременны, потому что это очень сильно влияет на ребенка, на то, как складывается у него там все. Ведь если вы нервничаете, если вы вдруг заболели, если были тяжелые роды, это все может повлиять на то, что ребенок очень поздно начнет говорить, или плохо начнет говорить. То есть много звуков будет непонятно, прям каши во рту, дезертрия, какая-то аллолия – это все может повлиять. Поэтому берегите себя, как только вы забеременели, прям берегите себя, меньше нервничайте, больше гуляйте, хорошо кушайте, и тогда ребеночку будет легче, и тогда он быстрее заговорит. И также, если у вас были тяжелые роды, это тоже может повлиять. Посмотрите, пожалуйста, свою карточку. Кстати, я когда родила свою дочку, я тогда была молодой мамой, и не знала о том, что нужно посмотреть, что же написано у меня в карте. Мне об этом никто не сказал. И когда дочке было 6 лет, и у нее были проблемы с речью, я еще тогда не была логопедом, и я тогда увидела, что оказывается у нее кривоше. И из-за этой кривоше, а ей нужно было просто проделать массажики, наладить кровоток, и тогда бы она лучше заговорила. Но я этого не знала, мне об этом никто не сказал. Поэтому посмотрите, что написано в вашей карте. Вспомните, какие были у вас роды. Если были тяжелые роды, если у ребеночка была кривоше, то, возможно, нужно проделать просто какие-то массажики, и тогда кровоток наладится, и ребенок начнет легче и лучше разговаривать. Следующий пункт, на который мы не можем с вами повлиять, это экология, в которой мы сегодня живем. Я не буду здесь много рассказывать, но постарайтесь просто побольше гулять и кушать хорошую пищу, правильную пищу. Потому что это тоже влияет. Мы состоим из того, чем мы дышим, чем мы наполняем свои легкие, и что мы кушаем. Следующий пункт, это родители надеются на время. Многие думают, а, в сад пойдет заговорит. Или многие говорят, да, наш папа в 4 года заговорил, поэтому и ребенок после 4 лет заговорит. А бывает так, что и не заговорит. А бывает, мне многие пишут, что в садик пошел, и наоборот замкнулся в себе ребенок. Да, кто-то может заговорить, а кто-то может замкнуться в себе. Поэтому не уповайте просто на время, что само собой все начнется. Ребенок заговорит, все будет хорошо, лучше позаботиться об этом заранее. Тогда вы избежите множества проблем. Тогда ребеночек у вас будет потом и учиться хорошо, и память, и внимание у него будет лучше. Если сейчас вы начнете заниматься, пока еще ребенок маленький. Последний пункт, это отсутствие диалога родителя и ребенка. Это значит, что ребенок большую часть времени предоставлен сам себе. То есть мы включаем ему мультики, потому что мы пришли с работы, мы устали. И чем занять ребенка? Мы даем ему мультфильмы, а сами занимаемся домашними делами. Это все понятно, что нам нужно время, нам тоже нужно сделать все домашние дела. Но диалог мы не простраиваем с ребенком. И поэтому ребенок замыкается в себе, ему и так хорошо. У него есть поющие игрушки, у него есть мультфильмы, и ему незачем общаться с родителями. А еще для того, чтобы ребенок поменьше нервничал, и чтобы родители поменьше нервничали, они ему сразу же все дают. Ребенок только показывает пальцем, и мы ему тут же это все даем. Он говорит, и для того, чтобы он не плакал, мы говорим, да конечно, давай куплю тебе эту игрушку. Да, давай. Ребенок показывает, и мы, хорошо пить, давай, вот тебе вода, а вот тебе сок, а вот тебе молоко. На, пей все, только не кричи, пожалуйста, не кричи, только чтобы все было хорошо и спокойно. Как же нужно делать? Нужно простраивать диалог с ребенком, наклоняться к нему, чтобы он смотрел не на ваши ноги, а видел ваши глаза, видел ваш рот, и спрашивать, что? Что ты хочешь? Пить? Ты хочешь пить? И вот таким образом мы простраивать, начинаем диалог с ребенком. Мы смотрим в его глаза, мы берем его за руки, и тогда ребеночек начинает хотеть с нами общаться. Это и называется диалог, простраивать диалог. Это все очень важно для того, чтобы ребенок вовремя и хорошо заговорил. Если вы учтете эти пункты и постараетесь их изменить, то, что в ваших силах вы можете изменить, то вы увидите, как ваш ребенок быстрее и лучше начнет говорить. С вами была Алена Васильева. Нажмите лайк, если вам понравилось, и отправьте это видео тем друзьям, кому оно необходимо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok